Итак, как я уже сказала, все мы сегодня с вами присутствуем на вебинаре «Просто о сложном». Это цикл вебинаров, которые для вас готовят эксперты по продукции стран СНГ, Светлана Назарова и я, Анастасия Фурка. И на этих вебинарах мы, как всегда, говорим о наших ключевых категориях продукции. Это уход за лицом и категория wellness, которые сейчас как нельзя лучше вписываются в нашу ключевую концепцию красота как образ жизни. А еще правильнее сказать, являются основополагающими вещами для этой концепции красота как образ жизни. И сегодня, как и всегда, мы проводим этот вебинар, делая акцент на два очень важных и при этом очень интересных продукта из категории wellness. И, в общем-то, все мы это делаем для того, чтобы вы еще раз, может быть, обратили на них внимание. Может быть, еще лучше стали с ними работать и еще больше предлагать эти продукты и рассказывать о них с гордостью. Узнали еще больше полезной и при этом простой информации об этих продуктах, которая очень легко запоминается, откладывается в ваших головах. И, в общем-то, потом ее очень легко использовать в вашей повседневной работе. В повседневной работе с вашими ключевыми партнерами в качестве обучающего материала и в повседневной работе с вашими клиентами и новичками, которым, как всегда, захочется вам задать много, а может быть, и немного, но таких интересных или вопросов с подковыркой. И, в общем-то, для того, чтобы на них просто ответить, вот для этого мы и создали эти вебинары, которые формируют автоматическое знание для более легкой и продуктивной работы с продуктами компании Арифлейм. Итак, сегодняшняя наша тема, я думаю, ни для кого не секрет. Эта тема у нас звучит так, как «Здоровые дети и счастливые родители» или «Польза wellness для детей». Я думаю, что сегодня, в общем-то, собрались именно те люди, для кого эта тема интересна, безусловно. Может быть, для кого-то эта тема в новинку будет, но, как вы понимаете, продукты у нас существуют не первый год, но об этих продуктах нужно и можно говорить часто. И, в общем-то, эти продукты, они у нас рассчитаны для деток, а детки, в общем-то, они всегда есть в нашей жизни и всегда можно, в общем-то, их предложить для наших детей. Итак, если у кого-то нет звука, пожалуйста, напишите, что необходимо перезайти, либо включить звук непосредственно в самой вебинарной комнате. А лучше перезайти и принять условия голосовой передачи от спикера, и, в общем-то, все получится. Итак, я сейчас пока отключаю чат для того, чтобы мы могли продолжать. Я не отвлекалась уже на него. Всем добрый день. Как всегда, нас уже количество участников перевалило за 200 человек, и это очень приятно, потому что, действительно, география наших вебинаров, она постоянно расширяется, и это, безусловно, для нас с Светланой очень-очень приятно и очень, в общем-то, такая возможность потрясающая познакомиться со всеми вами и еще раз встретиться с вами. Это огромная честь для нас со Светланой. Итак, мы переходим непосредственно к рассмотрению нашей замечательной темы. Это «Здоровые дети и счастливые родители». И сегодня, в общем-то, с одной стороны, благодатная тема, а с другой стороны, она достаточно ответственная на самом деле для любого спикера, включая меня, потому что, ну, это очень важная, да, такая для каждого из нас с вами задача – воспитывать своего ребенка и делать это максимально правильно, да, для того, чтобы и он был здоров, и мы были счастливы. Итак, на какие вопросы мы получим сегодня ответы? Мы поговорим о том, почему же все-таки ребенок – это чудо, и как вообще растет ребенок, как он развивается, и почему детский возраст, он, казалось бы, так быстро проходит, но при этом так много значит для любого человека. И, конечно же, поговорим о том, почему же все-таки продукты Wellness Kids от Арифлейм очень полезны и чем они так примечательны, да, почему компания Арифлейм их предложила. Ну что ж, начинаем наш разговор. И, в общем-то, я хочу, так сказать, завести тему детей с очень простого вопроса. У каждого… Ну, во-первых, все мы были с вами детьми, у каждого из вас, я думаю, в вашей семье точно есть ребенок, если это не сын или дочка, то это, может быть, племянница или племянник, или внук или внучка. В общем-то, детей, конечно же, в наших семьях сейчас все больше и больше количества, и детство – это, безусловно, очень важный момент для жизни любого человека, и важно, в общем-то, это по нескольким причинам, потому что детство – это такой период, который для нас с вами быстро заканчивается, я имею в виду для взрослых, да, а детки всегда говорят, что оно длится очень долго, то есть время мы по-разному воспринимаем, хотя вот каждый из вас точно может сказать, что это время самого быстрого и самого стремительного роста, да. Если вот детей нет в прямой видимости, то если мы ребенка не видим месяц, то мы, придя, например, в гости к кому-то, у кого есть дети, да, мы заметим сразу отличия, как ребенок подрос, как он вытянулся, как он стал лучше разговаривать, я не знаю, и так далее, и тому подобное, и то же самое можно очень хорошо увидеть на фотографиях, да, только несколько месяцев назад ребеночек еще ползал, тут же он начинает ходить, говорить и так далее, и тому подобное. Давайте еще раз проверим звук на самом деле. Напишите, пожалуйста, поставьте семерочки, у кого звук есть. Уважаемые дамы и господа, я жду ответов. Так, 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 сейчас я напишу ответ тогда, раз у нас много количества. Все ставим семерочки в чате, ставьте семерочки, у кого звук есть. Так, есть звук, есть звук, то есть есть, в общем-то, несколько человек, у которых звука нет. Вот такое напоминание тогда всем, у кого нет звука, высылаю. Отлично, всем все слышно, все тогда напоминание выслал на всякий случай, слышно плоховато, давайте увеличивайте громкость микрофона, либо слушайте через наушники, потому что, в общем-то, это уже говорит о том, что это связано непосредственно с работой вашего компьютера. У нас звук на полную мощность, говорим мы в микрофон, и, в общем-то, я думаю, что все будет слышно замечательно. Итак, все, закончили тему со звуком, спасибо вам огромное. Вот такие проверки, связи с людьми по ту сторону экрана, семерочки, либо какие-то другие задачи, они очень четко показывают спикеру на то, насколько активны и внимательны участники вебинара. Поэтому, благодаря вашим ответам даже вот таким числовым, я понимаю, что вы со мной, вы меня внимательно слушаете, реагируете на все мои просьбы, вопросы и общаетесь со мной на заданную тему, так сказать. Итак, мы продолжаем. Еще раз повторюсь, начну с того момента, на котором я остановилась. Дети очень быстро растут, и этот рост действительно мы с вами замечаем, если не видим какой-то промежуток времени ребенка. И это замечаем мы, если мы родители, и нам кажется, что ребенок, вот он какой был, так и им остался. Посмотрев на фотографии, их обычно в детском возрасте делают очень много, то можно прям, в общем-то, отсмотреть эти изменения. Действительно, ребенок – это чудо. И нам со Светланой пришла в голову такая замечательная идея а просчитать, насколько же в детстве, насколько быстро меняется человек. И мы предлагаем вам такую небольшую, знаете, процентное, что ли, содержание или процентный рост ребенка, который происходит вот в этот небольшой период. Мы взяли период от нуля до 13 лет, и вот две контрольных точки. Это 5 лет и 13 лет. И сравнили, насколько ребенок, точнее, как он развивается, и быстро ли это происходит. Давайте с вами сейчас вот все решим и все поймем. Вот смотрите, если мы берем промежуток от нуля до пяти лет, то условно, если высчитать вот все эти цифры, да, какой рождается ребенок и насколько он вырастает и прибавляет в весе, то вот можно сделать вот такие выводы, что к пяти годам ребенок вырастает на 40-50%. То есть если взять средний рост ребенка при рождении где-то 40-50 сантиметров, то к пяти годам он уже составляет в росте где-то 1 метр или 110 сантиметров в среднем. Опять же, в весе он прибавляет аж 70-80%, то есть плюс 17, в среднем 15-17 килограмм получается прирост в весе. И представляете, к пяти годам, к пяти годам, что очень важно, то есть он не просто растет, да, ввысь с точки зрения физики, физиологии, да, но он еще и очень сильно развивается ментально. И вес ребенка к пяти годам уже составляет около 95% от веса мозга взрослого человека. Вес мозга, точнее, простите, не вес ребенка, а вес мозга. То есть фактически, фактически, к пяти годам у наших маленьких любимчиков, да, уже полноценный мозг, да. Но, так сказать, по весу он уже полноценный, но при этом, но при этом, смотрите, что интересно, что к этому времени, да, вот вес мозга около 95% от взрослого мозга, и он уже, как вы это сами знаете, да, и ученые это подтверждают, что у ребенка уже сформированы те участки мозга, которые отвечают за сравнительно простые функции. Сравнительно я бы взяла в кавычки, либо выделила это слово, потому что на самом деле то, что может мозг ребенка в пять лет, это не так уж и просто. А что он может в эти пять лет? Ну, он может уже обрабатывать информацию от органов чувства. Вот здесь вы видите на картинке, что он уже прекрасно может определить, какой вкус у какого-либо продукта. То есть он отличает сладкое, соленое, горькое, там, горячее, холодное и так далее. Он уже прекрасно слышит и различает звуки. Он уже различает цвета, формы плюс-минус он уже различает. И он уже очень хорошо работает тактильно, да, ручками. Он уже все понимает и изучает эту информацию. И, конечно же, ребенок уже к пяти годам шикарно владеет и управляет своими мышцами, да. Что нужно сделать, чтобы, там, я не знаю, достать что-то, чтобы схватить что-то и так далее и тому подобное. То есть на самом деле очень много умеет уже этот человечек и его мозг, в частности, да, для пяти лет. Если мы сравниваем, как меняется ребенок, да, к 13 годам от нуля до 13, опять же, здесь мы брали такой отрезок, то он вырастает, опять же, на 60-70%, то есть средний рост ребенка, это уже где-то 140-150 см, прибавляет в весе к, опять же, в этой же пропорции 85-90%, то есть прибавляет в весе где-то 35-37 кг в среднем ребенок к 13 годам. И обратите внимание, к 12-13 годам у него продолжается развитие мозга, но здесь уже активно развиваются теменные и лобные участки мозга. И здесь наш молодой такой уже взрослеющий человек, подросток, да, уже он начинает, так сказать, понимать и активно работает с такими понятиями, как положение предметов в пространстве, он начинает планировать и контролировать сам себя, то есть развивается самоконтроль. И, в общем-то, здесь активно развивается, благодаря тому, что вот лобная часть, лобная кора развивается, да, то уже очень активно ребенок может себя идентифицировать в социуме и развиваются вот эти социальные контакты. То есть почему к 12-13 годам? Потому что, ну, в среднем это такой возраст, и девочки чуть раньше, у них это все происходит, у мальчиков чуть позже, как ученые нам говорят, да. Ну, в общем-то, мы это видим и сами. То есть представляете, насколько большая работа происходит в первые годы жизни ребенка? Насколько даже не то, что большая работа, а большой объем работы происходит вот в сравнительно раннем возрасте и за сравнительно, ну, что там говорить сравнительно, в принципе, за короткий период времени. Ребенок действительно активно развивается, он активно включается вот во все внешние какие-то контакты, он много изучает. И, безусловно, да, помимо того, что происходит и физическое взросление, как вы поняли, умственная работа идет огромная, то, в общем-то, вы понимаете, насколько для ребенка важна наша с вами помощь в этом вопросе. И ребенок, он, в общем-то, на эту помощь и рассчитывает. И здесь в понятии помощь мы не включаем такое понятие, как, знаете, ну, вот там, помочь ему стульчик поставить, либо помочь ему там достать до чего-то, да, и так далее, и тому подобное. Мы говорим о помощи в развитии ребенка с точки зрения, да, в первую очередь, конечно же, его воспитания и питания, как одной из важнейших частей воспитания. Обратите внимание, что у слов питание и воспитание один корень, то есть они очень взаимосвязаны, да, и от нас с вами, родителей, да, взрослых, очень многое зависит в вопросах того, как быстро или как хорошо или как комфортно будет развиваться этот маленький человечек, да, и как, насколько, в общем-то, комфортно будет проходить его работа, да, всего ли будет ему хватать. И вот здесь, конечно же, еще раз повторюсь, что в этом вопросе, конечно же, огромную роль имеет питание, да, потому что именно питание – это поступление всех необходимых нам для жизни, работы и, ну, в общем-то, различных действий компонентов, которые и обеспечивают нам вот это такое комфортное развитие. Для ребенка это в большей степени, наверное, еще даже важно, нежели чем для взрослого, как мы поняли, потому что ведется очень большая работа в детском организме. В целом происходит. И, конечно же, многие наши женщины, мамы, они прикладывают огромное количество усилий для того, чтобы питание ребенка было сбалансированным. На эту тему огромное количество статей, огромное количество передач сейчас выходит, и, в общем-то, наши мамочки, они действительно очень продвинутые и действительно они следят за питанием ребенка, хотя это сделать непросто, да, а порой даже нелегко. Почему? Потому что на самом деле это непростая задача сделать так, чтобы ребенок получал все необходимые питательные компоненты из пищи, чтобы пища была сбалансированным. И это в большую степень даже вопрос не в том, что мамы не готовы готовить или что-то еще в этом роде, да, что нет там нужных продуктов под рукой или так далее, там подобное. И продукты есть, и желание есть у многих мам, и вы это видите, я думаю, вы сами таковыми мамами и являетесь, да, но здесь важно вот что отметить, что это непростая задача, потому что дети – это уже такие маленькие личности со сложным, непростым своим личным характером и убеждением. Почему? Ну, вот, в общем-то, здесь вопрос в том, что питаться-то мы можем предложить правильно. Вопрос, будут ли? Потому что у детей очень сильно развит уже свой собственный вкус и свое собственное понимание, что вкусно, а что невкусно, да. То есть дети очень часто употребляют одни и те же продукты с удовольствием, но при этом новые продукты для них вот добавить в рацион, даже очень полезные, да, бывает очень сложно для мам, потому что дети очень консервативны в выборе продуктов, и поэтому они зачастую едят долгое время, там, несколько продуктов одних и тех же, и их это, в общем-то, в принципе, их устраивает. При этом они могут без видимой причины резко перейти на другие продукты, но опять же это будет какой-то ограниченный список этих продуктов. Что еще? Ну, во-вторых, детки, конечно же, непостоянные, они всегда не могут кушать одинаково. Они в разное время, я не знаю, от дня ко дню могут есть разное количество пищи, и тоже непонятно, с чем это связано. Сегодня он кушает хорошо в течение, например, нескольких дней, а на следующий день он может начать капризничать и вообще ничего не кушать. Ну, что еще важно, с какими здесь непростыми моментами сталкиваются мамы наши? Они сталкиваются с тем, что ребенку, вот сказать, как вы видите на картинке слева, вот мама приготовила очень полезную пищу и, судя по тарелочке, очень вкусную, но ребеночек почему-то закрывает носик и не хочет кушать ее, потому что для детей не существует понятия «это полезно». Им это очень сложно, в общем-то, донести, что это полезно, поэтому это нужно кушать. Такое объяснение вообще не работает. Вкусно считается только то, что выглядит красиво с точки зрения формы, внешнего вида, ну и, конечно же, каких-то всех остальных составляющих, я имею в виду внешнего воздействия, в том числе и рекламы, где детки, кушая что-то, они очень сильно смеются, и дети очень сильно поддаются этому впечатлению. Поэтому для них в большей степени вкусно то, что очень сильно красиво, и зачастую наши дети, конечно же, любят сладкое, все сладкоежки. Ну и редко можно встретить ребенка, который бы на 100% впитался правильно. Вот даже при наличии вот такой грамотной мамы, которых действительно очень много сейчас. Вот по тем причинам, которые я сейчас озвучила. Я на самом деле за свою уже достаточно долгую жизнь встретила только одного ребенка, который сознательно не ест колбасу и сладкое не просто на людях, но и дома. Не кушает их, выбирая овощи, фрукты или простое отварное мясо, называя вот эти все продукты типа снеков, каких-то переработанных продуктов гастрономическим мусором. Это единственный вот такой ребенок мне попался, но все остальные детки, они похожи друг на друга. И вот здесь, конечно же, мы понимая то, что питание ребенка может быть неполноценным, неполным, мы должны помочь этому растущему организму развиваться грамотно. И здесь в этом нам может помочь, конечно же, дополнительные продукты, такие как мультивитаминные минеральные комплексы и полиненасыщенные жирные кислоты, которые мы добавляем в пищу, то есть пищевые добавки. При этом важно отметить, что их применение рекомендуют специалисты даже при условии того, что все правила здорового питания соблюдаются. Есть необходимость действительно дополнительного приема витаминов и омеги-3. Почему? Потому что действительно из питания мы не всегда, а в большей степени редко получаем все необходимые питательные вещества, необходимые для хорошего развития вот такого растущего организма. Поэтому эти продукты, они действительно необходимы и они для нас очень важны. для нас, как для родителей и, конечно же, для наших с вами детей. Они очень важны. Почему? И здесь мы ответим на вопрос, в общем-то, в чем же преимущество Wellness от Reflame. Потому что на самом деле, конечно же, все мы люди, мы живем в реальной жизни, в реальном мире, и мы видим, что таких продуктов, я имею в виду витаминно-минеральных комплексов для детей, достаточно большой выбор сегодня есть. И в чем же преимущество именно продуктов от компании Reflame, этой детской серии от компании Reflame? Ну, первый и, наверное, немаловажный, а один из важных таких бонусов в наш адрес, в адрес продуктов компании Reflame, это то, что они созданы по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. То есть туда вошли именно те компоненты, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендуют для того, чтобы детское питание было полноценным и сбалансированным. И здесь мы говорим о нормах витаминов и минералов, которые туда включены, и их количестве, их составе компонентном, которые туда включены. Это, конечно же, натуральные ингредиенты, которые мы используем для создания наших продуктов. И, в общем-то, мы гордимся тем, что в наши продукты входят лишь натуральные ингредиенты, включая и улучшители вкуса, об этом мы поговорим, и, конечно же, такие легкие вкусовые добавки для придания пикантности, что ли, вкусу той же Омеги-3. Это, конечно же, запатентованный процесс очистки Омеги-3 от компании Reflame, и это высокие стандарты GMP. Очень важно отметить, что стандарты GMP сегодня для русского слуха не что-то непонятное, а об этих стандартах мы уже знаем, и действительно, мы о них говорили всегда с самого первого дня появления наших продуктов, в том числе и детской серии, что это высокие стандарты фармацевтического производства, несмотря на то, что наши продукты не являются лекарственными средствами, они являются биологическими активными добавками к пище, но мы их выпускаем по этому стандарту качества. О чем это говорит? О том, что качество подтверждено не только с точки зрения конечного продукта и исследования конечного продукта, но это и высокое качество ингредиентов, которые входят в состав наших продуктов, это и высокая квалификация сотрудников фабрик, где производятся наши продукты, и это, конечно же, сертификация непосредственно самих фабрик по этому высокому стандарту GMP. Поэтому мы этим действительно гордимся, и об этом нужно говорить всем и всегда. Итак, давайте рассмотрим преимущества каждого продукта Wellness Kids от Reflame отдельно, потому что мы всегда говорим о них в комплексе. Спасибо огромное, что говорите. Вот вижу некоторые комментарии, что вы действительно пользуетесь этой информацией и с гордостью о ней говорите. Это, безусловно, те факты, которые заслуживают внимания и вашего, и ваших клиентов. Итак, давайте по отдельности поговорим о наших продуктах Wellness Kids. Как вы знаете, в этот набор продуктов для детей входит два таких средства. Это мультивитамины и минералы, и это омега-3 жирная кислота для детей в жидкой форме. Итак, давайте начнем с витаминок. Опять же, я бы хотела сегодня поделиться данными экспертов Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, которые, в общем-то, рекомендуют при выборе витаминов обращать внимание на следующие вещи обязательно. Это, соответственно, обращать внимание на то количество, я бы так сказала, не на форму выпуска, не на красоту витаминки с точки зрения форма животного, либо рыбка, либо еще что-то, а в большей степени обращать внимание на функциональность, на то, какой спектр витаминов и микроэлементов представлен в одной таблетке, в одной пилюльке. Это очень важно, потому что зачастую это бывают очень красивые какие-то продукты, но менее функциональные с точки зрения набора тех питательных компонентов, которые должны быть для ребенка ежедневно. И это, конечно же, такой же важный фактор – это профилактическая дозировка. То есть очень важно обращать внимание, чтобы витамины и минералы выпускались в среднем 50-70% от ежедневной нормы. Почему? Потому что, в общем-то, мы понимаем, что ребенок кушает в любом случае, и из питания он тоже забирает какие-то витамины и минералы, необходимые ему ежедневно. Поэтому особенно в витаминах для детей важно, чтобы дозировка этих компонентов, очень нужных и необходимых, не превышала 50% от суточной нормы потребления. И, конечно же, обращать нужно свое внимание при выборе этих витаминов на то, что еще входит в компонентный состав, точнее на то, чего там быть не должно. А не должно быть там никаких искусственных красителей, ароматизаторов, не должно быть в нем, конечно же, дополнительных таких компонентов, например, сахароза, возможно, желатин или крахмал. То есть специалисты не рекомендуют выбирать такие продукты. И, в общем-то, многие мамы делают это абсолютно сознательно, что ли, просматривая обязательно перед выбором продукта все эти витамины на компонентный состав и, в общем-то, делают выбор в пользу вот таких правильных продуктов. И давайте посмотрим, чем же все-таки хороши витамины Wellness Kids от Reflame и соответствуют ли они всем критериям, о которых мы только что говорили. Давайте вот рассмотрим эти витамины вот с этой точки зрения, точнее тех знаний, которые мы только что получили. Итак, комплекс мультивитамины и минералы для детей, чем они примечательны? Что, в общем-то, в одной витаминке находится, в одной капсуле, не витаминке, а капсуле, находится 13 витаминов и 8 минералов. Там используется лишь подсластитель ксилит, который рекомендуется также для детского питания. Он может входить и в какие-то детские продукты типа пасты в качестве такого улучшителя вкуса, и он еще и очень полезен, потому что он укрепляет зубы, но при этом и вкус улучшает. И обратите внимание, там витаминка, она в любом случае, во-первых, жевательная, ее очень легко раскусывать и легко жевать ребенку, и она достаточно вкусная, приятная на вкус, потому что там используются экстракты апельсинового и лимонного масла. То есть достаточно приятная такая пилюлька. Смотрите, то есть все те критерии, о которых мы только что с вами говорили, они соблюдены, да, что используется максимальное количество витаминов и минералов в одной таблеточке у нас есть. Кстати, это не голословное утверждение, а, в общем-то, это опять же те данные, которые с нами делятся сотрудники Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, которые провели вот это такое сравнительное исследование, что очень приятно. То есть у нас максимальное количество этих витаминов и минералов для детей в одной капсуле содержится. У нас нет никаких дополнительных введенных компонентов, не рекомендованных для детских витаминов, и они достаточно вкусные и приятные для ребенка, что является важным фактором при выборе этих витаминов именно ребенком. И желание их употреблять ежедневно также зависит от вкусовых качеств самого продукта, которые у нас, как вы видите, на высоте. И для чего они нужны? Ну, я не буду перечислять те полезные функции, о которых вы можете прочитать на слайде. То есть это действительно и такая хорошая защитная функция иммунитета. Многие мамы отмечают такие положительные моменты, как мы пережили зиму совершенно здоровыми, при этом мы много гуляли, много занимались спортом, и ребенок себя активно чувствовал даже в период таких острых респираторных заболеваний. Соответственно, это также положительный момент от приема регулярного приема витаминов. Это, конечно же, здоровый рост и развитие всего организма. Как вы знаете, витамины нам нужны ежедневно, потому что они участвуют во всех обменных процессах нашего организма. Как вы поняли, рост ребенка в первые годы его жизни очень активный, поэтому витамины, конечно же, обязательны для приема. Ну и, конечно же, они балансируют питание, делают его полноценным. При вот таких привычках детей кушать что-то избирательное. Или для малоежек, так это вообще помощь для развития и нормального функционирования их организма, когда ребенок мало кушает. А мы с вами, взрослые, действительно понимаем, что от питания очень много зависит. Именно развитие ребенка. И как применять? Применять их очень просто. На самом деле дети очень быстро к этому приучаются, если, особенно взрослые, это делают, знаете, в такой игровой форме. Рекомендуется вот такое применение. Это одна таблетка в день, желательно утром, потому что утром у нас огромная часть дня впереди, огромная работа будет ребенком проведена, ему нужна именно помощь с утра. Детям с 4 до 9 лет рекомендуется одна таблетка в день. Где-то можно с 9 лет начать давать, или с 10 лет вы даете уже 2 таблетки в день. И, соответственно, ребеночек получает все необходимые питательные компоненты в одной вот такой пилюльке, очень вкусной и приятной. При этом, в общем-то, мы знаем с вами, что два продукта есть. И здесь, в дополнении к витаминам и минералам для детей Wellness Kids, у нас выпущен еще один продукт – омега-3 для детей. Чем же он примечателен? И почему мы выбираем с вами именно омега-3 для своих детей от компании Ariflame? На самом деле причин несколько. Я думаю, все знают, что омега-3 – это действительно шикарный помощник для развития нервной системы. И это, конечно же, тот компонент, который необходим для сердечно-сосудистой системы. Поэтому, конечно же, омега-3, как вы понимаете, важна и для взрослых, и для детей. И чем замечательно, примечательно омега-3 для детей? Ну, во-первых, как и взрослая омега-3 – это очищенный рыбий жир. Очистка проходит пятиступенчатая. Сейчас мы о ней более подробно поговорим. Это очищенный рыбий жир от различных примесей. Это достаточно вкусный продукт. Достаточно вкусный продукт. Почему? Потому что там используется натуральный ароматизатор, лимонное масло. То есть в привычном нашем варианте, если мы послушаем рыбий жир от компании Ariflame и обычный рыбий жир, то вы поймете, насколько приятный запах у нашего продукта есть. И, конечно же, это дополнительно введенный витамин Е, это и антиоксидант. И в данном случае это помощник с точки зрения хранения этого продукта, как защитник всей формулы, всего компонентного состава рыбьего жира. Польза. Польза, как я уже сказала, это действительно развитие нервной системы. Это хорошая и работа нашей сердечно-сосудистой системы. И, конечно же, для наших деток это очень важно, потому что это такое нормальное развитие и становление ребенка благодаря этому продукту. Пользу его переоценить сложно, но все мамочки, которые уже используют этот продукт для своих детей, отмечают, что ребенок стал более усидчивым. Он быстрее анализирует, воспринимает информацию, анализирует и воспроизводит эту информацию. Это очень хорошо сказывается на запоминании, это очень хорошо сказывается на всех умственных функциях ребенка. Он быстрее учит стихи, быстрее и легче какие-то причинно-следственные связи находит. И, в общем-то, это очень полезно для всех деток. В данном случае, начиная с возраста трех лет, рекомендуется наш продукт. Способ применения также очень прост. И все наши специалисты сходятся во мнении, что начинать давать эти продукты обязательно нужно в игровой форме с мамой, когда и мама пьет свои витаминки, и ребенок пьет свои витаминки ежедневно утром за завтраком. Чем отличается детская от взрослой омеги-3 в том, что она жидкая. Проще приучить ребенка к жидкой омеги-3. Не все детки могут проглотить капсулу, поэтому вот в такой жидкой форме. И рекомендуется применять по одной чайной ложке, это 5 мл в день, что равняется, если говорить про количество омеги-3, которое получает ребенок, это 1,4 грамма омеги-3 ежедневно необходима ребенку. То есть это выше, чем суточная норма омеги-3 для взрослого, обращая ваше внимание. Потому что, как мы поняли, он развивается. Действительно, я вот сейчас вижу некоторые комментарии из чата, что кто-то дает в суп, кто-то дает в кашу. Это действительно возможно, и даже это рекомендуется, особенно на первых парах применения этого продукта. Вкус вкусный, но при этом достаточно специфический для начала приема, кажется, ребенку. Но при этом через 3 недели, в общем-то, ребенок его будет пить с удовольствием. Еще и говорить, как вкусно, дай добавочки. Можно применять его с точки зрения ложечку просто дали, можно в суп, можно в кашу, можно на хлеб, можно в салат. Но в любом случае, ребенок должен получать эту суточную норму омеги-3 для своего шикарного самочувствия, я бы сказала, и такого быстрого развития, которое бы радовало. И его самого доставляет это ребенку большое удовольствие, когда он бодр и весел всегда, и, конечно же, родителям. Ну и, опять же, наши специалисты рекомендуют сначала давать жидкую омегу-3, а потом витаминку, знаете, вот как поощрение. Съел омегу-3, получил вкусную еще и витаминку. А мы с вами еще более подробно, прямо сейчас рассмотрим вот этот процесс очистки, потому что вопросов периодически возникает достаточно много, и связаны они именно с тем моментом, что такое очищенная омега-3. А что вы имеете в виду, когда вы говорите очищенная омега-3? И здесь важно понимать, что это действительно запатентованный процесс очистки, который проходят наши продукты. И здесь также важно понимать, что изначально мы получаем омегу-3 из высококлассных, высококачественных источников, то есть это рыбожирных сортов, которая вылавливается из чистых вод, которая сертифицирована по стандарту экологически чистых продуктов. Это раз, и это стандарт, как вы знаете, сейчас у нас появился этот значок, что наш рыбий жир – это рыбий жир из возобновляемых источников. И при этом, при всем при этом, он в любом случае проходит этот пятиступенчатый процесс очистки. Ну вот первая стадия – это нейтрализация. Что здесь происходит с продуктом? На самом деле, все мы знаем, что вот такие продукты в смысле омега-3 жирная кислота, вообще любые жирные кислоты, если их достаточно большое количество в продукте, они будут придавать продукту прогорклый вкус. Ну и, соответственно, вот эти все пигменты, которые там тоже могут содержаться в начальном продукте, могут привести к окислению продукта. Именно поэтому на процессе нейтрализации эти продукты все – и свободные жирные кислоты, и какие-то дополнительные пигменты, которые есть в первоначальном продукте, они отделяются, и получается такой чистый, уже достаточно хороший рыбий жир. Далее идет процесс обесцвечивания. И здесь добавляются специальные компоненты, которые, опять же, оставшиеся пигменты из различной примеси удаляют для дальнейшей фильтрации. Что дальше идет? Вымораживание так называемое. Что делают, в общем-то, на этом этапе? На этом этапе из рыбьего жира удаляют так называемый стеарин – жирную кислоту, которая, точнее, которая, если она присутствует в рыбьем жире, она будет способствовать кристаллизации рыбьего жира во время хранения в холодильнике. Но наш рыбий жир, вы знаете, что он достаточно долгое время может храниться в жидком виде, если вы его выпиваете за 21 день. Поэтому вот, в общем-то, на этом этапе происходит удаление вот этой жирной кислоты, и она отфильтровывается из, опять же, нашего продукта. Четвертая стадия – это уже, ну, такая, знаете, финальная стадия удаления оставшихся примесей. И на этом этапе выводятся компоненты, которые способствуют появлению в рыбьем жире ну, какого-либо неприятного запаха, вкуса и загрязняющих примесей. И уже лишь на пятом этапе идет стандартизация. Здесь мы проводим анализ. Анализ, в общем-то, который подтверждает качество конечного продукта – это раз. И, конечно же, мы здесь добавляем защитные антиоксиданты, такие, как витамин Е, о которых мы с вами говорили. Вот такой процесс очистки проходит весь рыбий жир, который представлен в компании Арифлейм. Я имею в виду и взрослый, и детский продукт. И, в общем-то, это наша гордость, и это то, что мы можем рекомендовать для наших детей, безусловно, зная и его пользу, и экологичность, и безопасность этого продукта. Давать этот продукт можно без ограничения с трех лет, и, в общем-то, переходя уже в 14 лет просто на взрослый wellness pack, потому что омега-3 – это, безусловно, очень важный и полезный продукт для каждого нашего ребенка. Ну что ж, вот мы с вами, в общем-то, поговорили о такой замечательной теме, как здоровые дети и счастливые родители. И мы с вами действительно получили ответы на вопросы, почему же детство – такой важный период в жизни любого человека, чем оно примечательно, и действительно убедились в том, что каждый ребенок – это, безусловно, чудо. И еще мы получили ответы, а почему же wellness kits так полезны для наших с вами деток, и какие преимущества есть у этих продуктов для детей. И благодаря, в общем-то, грамотным мамам, которые заботятся о ребенке полностью, грамотным папам, которые также заботятся о своем чаде полностью, начиная и правильного питания, и заканчивая какими-то вопросами воспитания и так далее, и, конечно же, использованием вот таких дополнительных продуктов, мы действительно можем сказать, что только в таком случае мы получаем здоровых детей и счастливых родителей. И вот на этой замечательной ноте я бы хотела еще раз сделать акцент на том, что здоровая семья – это, безусловно, такая полноценная семья. Мама, папа, я – спортивная семья, как вы видите здесь, и здоровая семья, потому что детки и взрослые получают все необходимые питательные компоненты из разных продуктов компании «Арифлейм» шикарного, высочайшего качества. И это те продукты, которые обеспечивают, безусловно, полноценное сбалансированное питание. И в завершении я сейчас пару слов скажу о следующем вебинаре, который нас ждет еще в декабре 2016 года, и затем постараюсь ответить на вопросы, которые вы писали в чате, если на них уже не ответила Светлана Назарова. Итак, мы ждем вас на следующем вебинаре. Он состоится в канун практически Нового года, 28 декабря. Его проведет Светлана Назарова. Это косметолог-эксперт по продукции «Арифлейм». И здесь мы поговорим о таких замечательных продуктах, которые сохраняют и приумножают нашу постоянную красоту. Они могут быть разные, но они, безусловно, необходимы для каждой из нас. Он состоится, еще раз повторюсь, 28 декабря в 11 часов по ссылке, которая вам будет прислана вашими астмами. Пароль остается прежним. Спасибо вам огромное за внимание. Ну и если еще есть вопросы, вы можете их продублировать, если вы не получили ответы от Светланы Назаровой. У нас есть еще буквально 10 минут на ответы на вопросы. Увидела здесь вопрос про астаксантин. Хочу обратить ваше внимание, что астаксантин рекомендуется взрослым людям, начиная с 14 лет. На детях никаких клинических испытаний не проводилось. Именно поэтому наши рекомендации остаются без изменений. Для взрослых людей, начиная с 14 лет, мы рекомендуем астаксантин и рекомендуем вам точно так же рекомендовать и принимать его, если вы его используете для своих детей. И никак иначе. До скольки лет давайте ребенку жидкую омегу? Вы можете давать омегу жидкую до 13 лет ребеночку, а потом с 14 вы переходите на Wellness Pack для взрослых. Даете, опять же, всегда по одной мерной ложке. А вот витаминки, как вы поняли, с 10 лет уже нужно давать 2 витамины. Так, запись будет. Запись у нас будет либо сегодня она у нас состоится, либо, соответственно, вы ее… Точнее, не состоится. Вот запись я ставила. И мы ее высылаем вместе с материалами. Вы их можете запрашивать у своих астмах. Я думаю, что она появится через 2-3 дня после этого вебинара. Сколько в составе ЭПК и ДГПА в составе детской омеги-3, вы можете посмотреть непосредственно на самой упаковке, либо на сайте. Я сейчас вот в таких прямо точных, да, миллиметра данных, я сейчас боюсь ошибиться, поэтому эту информацию лучше посмотреть непосредственно в этих источниках. Астаксантин на беременных тоже никаких исследований не проводились. Нужно консультироваться с врачом, потому что беременность – это состояние женщины, да, которое меняется. Оно не постоянно. И, в общем-то, наши витамины, wellness pack для взрослых, они создавались для взрослых людей старше 14 лет, но не беременных и не кормящих. Все рекомендации даны для взрослых людей, да, без каких-либо вот таких приятных моментов. Я имею в виду именно беременность. Так. Со скольки лет можно давать витаминки? Витаминки даются с 4 лет. В данном случае эти витамины рекомендуются с 4 лет наши от компании Арифлейм. Так. Беременные кто-то пил и витамины, и коктейли, и супы. Это замечательно, но еще раз обращаем ваше внимание, что это ваша личная ответственность. И беременность, еще раз повторюсь, может проходить по-разному, и очень важно следовать рекомендациям вашего наблюдающего гинеколога, потому что при беременности зачастую суточные нормы витаминов и минералов, рекомендованные для взрослого человека, ее может не хватать. Либо увеличивается суточная норма каких-либо отдельных компонентов для беременных. И поэтому здесь важно следовать рекомендациям наблюдающего вас врача, которому вы доверяете, да, раз вы к нему пошли. Поэтому обращаем на это ваше внимание. Поэтому, опять же, еще раз обращаю на это ваше внимание, что если вы это делали, это замечательно, это ваш личный выбор, но рекомендации вы должны давать именно те, которые есть на упаковке и которые дает компания Арифлейм для того, чтобы, в общем-то, так сказать, правильно все рекомендовать. Так, ты-ты-ты, в какой форме относится детская омега-3? Три глицерид – это все. Так, для мужчин и для женщин у нас уже был вебинар. Посмотрите его в записях, спросите его у ваших астмов. И, в общем-то, вы этот вебинар сможете прослушать самостоятельно. Так, на самом деле, я смотрю, что ответы пошли уже повторяющиеся, точнее, вопросы и ответы. И, соответственно, я могу сказать вам огромное спасибо за внимание. Сегодня у нас, по-моему, достаточно большое количество человек. Ждем вас на следующих вебинарах, вас, ваших ключевых партнеров. И до встречи уже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова